Продолжается программа «Разворот на бизнес». В студии по-прежнему Олег Прохоренко и Светлана Занько. Ты представишь нашу гостью. Да, к нам подошла Ольга Чаузова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Добрый день. Да, и на связи сейчас с нами по телефону из Татарстана Александр Манин, владелец сети «Пекарин Златушка». Александр, добрый день. Добрый день. Всем добрый день. Да, добрый день, Александр. Мы уже упоминали вашу сеть «Пекарин Златушка» как самую большую сеть в городе Кирове. Я так понимаю, у вас сейчас 12 пекарин. Да, 12. Но мы, скорее всего, не самая большая, но... Самая большая местная. Наравне, наверное. Так, хорошо. Я так понимаю, что у вас не франшизная пекарня. Златушка – это ваш продукт? Да, это полностью наш продукт. Это не франшиза. У нас патент на Златушку мы сделали. И сами продаете франшизу теперь? Ну, мы хотели... Сейчас у нас есть, как бы, переговоры. У нас есть с Иркутском, с дальними, так сказать, регионами есть. Ну, есть у нас партнеры, так сказать. А у меня вопрос к вам, Александр. Сейчас, я так понимаю, что областной центр насыщается постепенно пекарнями. И помещения даже иногда бывает сложно подобрать. А не смотрели там периферию, ближайшую хотя бы районной области? Потому что там пока этого формата очень мало. Ну, да, у нас... Ну, у нас есть в Порошно, но это как бы не так далеко, по сути. Но слишком, конечно, там тесно, и помещение сложно подобрать. Мы тоже ездили и в Котельничье, и вот такие вот всякие районы. Перспектив там мало очень. Да, Александр, вот сколько лет уже вашей вот этой истории с пекарнями? Так, ну, начали мы все в 2013 году. Нам будет, ну, 4 года с чем-то нам. За время работы изменились как-то предпочтения потребителей? Потому что мы говорили в первом часе, что российский потребитель, особенно на периферии, он специфический. Он не привык еще покупать, вот как там во Франции и в Италии у лидеров, да, просто круассан и багет утром. Им нужны какие-нибудь печенюшки, какие-нибудь пироженки еще, не обязательно горячий хлеб с пылу, с жару. И все время нужно чем-то разнообразить меню. Или вы все-таки уже в устоявшемся ассортименте работаете? Ну вот, да, хочу, кстати, добавить то, что мы открылись. Первая пекарня у нас появилась вот такого формата в городе Киров и вообще в Кировской области. Вот. Мы чуть-чуть побаивались, потому что у нас ассортимент, более татарская выпечка, процентов 70 было в то время. Вот. Мы боялись то, что пойдет или нет такой формат здесь. Вот. Но люди стали брать, людям стало как бы нравиться. К нам съезжались, у нас первая пекарня была на Пролетарской 34. К нам со всего города съезжались и ели. Вот. И как бы мы поменяли чуть-чуть формат, конечно. У нас сейчас татарские выпечки поменьше. Вот. Но все-таки так же едят те же батоны, ту же выпечку. Ага. А на каком, нам просто интересно, на каких средствах закладывался и рос ваш бизнес? Это полностью свои средства или приходилось прибегать к каким-то специальным программам, кредитам, к займам или другим программам поддержки малого бизнеса? Все полностью свои. И что-то брали в банке под залог. Ну, как бы сами знаете, в России сложновато. А почему не обращались в фонд предпринимательства, например? Ну, у нас один из гостей, может быть, даже знаете, Семен Катманов, это сеть Пекарин домашняя, он как раз сказал, что он прибегал к льготным кредитам от фонда. Ну, сейчас вам скажу, да. У меня прописка в Татарстане, в набережной Челнах, в городе Киров. Я обращался, мне сказали, только по месту прописки можно. То есть это было существенным основанием для отказа. Все ясно. У вас 12 пекарен. Мы тут нашли с Олегом статистику, что во Франции, например, одна пекарня приходится на 5000 жителей, посчитав, несложно посчитать в городе Кирове 500 тысяч жителей, там в среднем 100 пекарен требуется. Как вы считаете, эта ниша, она еще свободна в Кирове? Сколько съест еще и вместит город Киров в пекарен? Готовы ли вы еще открывать? Мы готовы, но мы в Кирове немного будем открывать. На самом деле в Кирове, я считаю, то, что уже достаточно. Я вот езжу, но есть такое но. Я был в Ижевске, во многих регионах, там намного больше пекарен. Вот, допустим, в Татарстане, я еще нахожусь в набережной Челнах, здесь более 100 пекарен. И люди еще открывают, и так же все работает. И еще вопрос, сейчас мы тоже с гостями говорили, что является наибольшей на сегодняшний день проблемой для человека, который, может быть, задумал все-таки свою пекарню открывать. Это помещение, это средства на развитие, либо это персонал, либо это оборудование и технологии. Извините, пожалуйста, я это прослушал. А что является наибольшей проблемной зоной при входе в этот бизнес? Средства для его развития, понятно, там, может быть, на начало человек и наберет, а в дальнейшем там просядет. Либо помещение, поиск помещения подходящего, либо это кадры, либо что-то еще. Ну, я считаю, в данный момент сложно помещение, потому что сейчас очень много людей занимаются вот этим хлебом, так сказать. Вот. И я думаю, сейчас очень сложно найти помещение. Спасибо. Спасибо, Александр Манин, владелец сети Пекарин. Златушка был с нами по телефону из Татарстана. Вот он считает, что рынок наш уже вполне себе заполнен так пекарнями. И ищет уже пути выхода на другие рынки. Ищет пути выхода на другие рынки. А я сказала в первом части, что мне в моем микрорайоне пекарни жутко не хватает. Хотя сейчас вспоминаю, что на Ленина там есть что-то похожее на кулинарию, есть что-то похожее на кондитерскую, я бы так сказала. Есть, кстати, Златушка там, где мелодия. Чуть подальше, да. Но это не совсем у дома, но тем не менее. Вот это такой микро, наверное, бизнес. Можно назвать это микробизнесом или это уже малый бизнес? Ольга Николаевна, что скажете, когда вот 12 пекарен такой сети, это какая? Как мы делим вообще микробизнес и малый бизнес? Это мы сейчас будем обсуждать в связи с мерами поддержки, есть ли там какая-то тоже разница? Ну, 209-й федеральный закон, он определяет, собственно, все критерии отнесения субъекта к малому, среднему и микробизнесу в том числе. 12 пекарен, я не могу сказать, все зависит от численности. Если до 100 человек работающих, то это малый бизнес. Если свыше до 250, то это средний. Ну, тут понятно, что нужно учитывать еще и выручку. То есть микробизнес – это не более 120 миллионов рублей доход в год. Малый бизнес – 800 миллионов, и средний – это не более 2 миллиардов. Вот мы теперь уже не можем спросить, какие обороты. Я думаю, что они, скорее всего, не к малому бизнесу относятся, потому что, ну, вряд ли там 120 миллионов, миллиардов, миллионов рублей в год. Ну, это микробизнес, да? То есть, соответственно, 800 миллионов в год доход с 12 пекарен. Ну, это здорово, если так. То есть, скорее всего, это микробизнес. Да, не малый. 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 Или малый. Или малый бизнес. Это если уже сеть, собственно говоря. А отдельные маленькие пекарни – это, безусловно, микробизнес. И мы видим, судя по тому, что сказали наши гости, есть совершенно разные стартовые позиции, и по-разному использовали средства. Есть инвесторы, которые вкладывают деньги, есть собственные средства, как в случае со Златушкой. И есть ситуация, когда на определенном этапе бизнес воспользовался программами, существующими в городе, я так поняла, касается пекарен домашние, когда необходимо было переоборудовать, переориентировать по продукции пекарню. И вот Семен Катманов говорил, что пользовался такой историей в городе. Что у нас есть в области для людей, которые собираются открыть что-то типа пекарни, какой-то микробизнес, какие программы поддержки существуют? Ну, во-первых, у нас в области существует государственная программа поддержки малого предпринимательства и внешних связей. Но для кировских предпринимателей я бы хотела обратить внимание, что у них есть своя муниципальная программа, которая отдельно финансируется, и в ней есть иные дополнительные меры, которые отличаются от наших. Ну, как пример, например, приведу это субсидии. Невозвратные к кировским производственным компаниям есть определенные приоритеты, которым за счет бюджета города Кирова предоставляются субсидии. В рамках областной программы мы субсидии не предоставляем. Уже с прошлого года областным предпринимателям единственное исключение – это бизнес в моногородах. Причем с этого года это только в городах первой категории. Каких можем мы привести примеры? Да, это Вятские поляны, Луза, Белая Холуница и Мургина. То есть там есть такие субсидии? Ну, вообще мы субсидии моноразвития бизнеса в моногородах предоставляем с 2013 года. И ежегодно, понятно, привлекаем средства федерального бюджета на данные виды поддержки. Начинали и с развития системы льготного кредитования, с образовательных проектов, гранты на открытие по итогам обучения бизнеса. Потом, так как мы работаем по правилам Минэкономразвития России, то вот этот перечень поддержки на муниципальном уровне сокращался. И сейчас остались невозвратные средства в виде субсидий по договорам лизинга только малому бизнесу в моногородах. Сейчас прерваемся буквально на полминуты. И подробности мер поддержки в регионе именно разберем после перерыва. Ольга Чаузова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области в студии «Разворота на бизнес». И мы говорим с Ольгой Николаевной о программах и мерах поддержки микро и малого бизнеса в регионе. Сейчас уже становится ясным, что невозвратные субсидии в регионе остались только в моногородах приоритетных, о которых мы много здесь говорим. Это «Белая холуница», это «Луза», это «Вятские поляны» и «Мурыгина». Я правильно понимаю, что эти средства тоже ежегодно нужно подтверждать и получать грант какой-то федеральный? Или это априори дается региону на развитие моногородов? Это на софинансирование государственной программы Кировской области по развитию малого предпринимательства. Это мы ежегодно. То есть если программа есть, то средства в федеральный бюджет и поступают? Как это происходит в моногородах сейчас? На какие виды бизнеса ориентированы эти программы? Условно говоря, те, кто хочет открыть пекарни, они могут воспользоваться этим? Могут. Я думаю, что могут воспользоваться. Но, еще раз говорю, так как суммы невелики, поэтому размер максимальной субсидии остается не более миллиона рублей. 50%, соответственно, надо посчитать. В основном это самозанятость получается? Либо это совсем микробизнес? Нет, почему нет. Это микробизнес, малый бизнес, не обязательно самозанятый. Потому что миллион рублей вернуть, это можно приобрести оборудование в лизинге стоимостью до 3 миллионов рублей и гораздо больше. Нет, если невозвратный, имеется в виду, то есть невозвратные субсидии в моногородах. Или сейчас вы уже говорите про... Вот бизнес купил, он заплатил первый взнос, он составляет у него, допустим, полтора миллиона рублей по договору лизинга. Вот миллион рублей он может возвратить. Ну, к примеру, если первый взнос составил 300 тысяч рублей, соответственно, 300 тысяч он может, 90% он может возместить. Но это нормативные акты пределены, утверждены муниципальными образованиями. И, соответственно, мы предоставляем субсидию моногороду на софинансирование его муниципальной программы. А они уже работают непосредственно с бизнесом у себя на местах. Через свои районные фонды? Через муниципалитет. Через муниципалитет. И кроме лизинга есть еще какие-то возможности, кроме приобретения оборудования? Остальное все идет в виде льготных займов. Поддержка Минэкономразвития и вообще правительство Российской Федерации проводят большую работу для того, чтобы именно льготные кредиты стали максимально доступны для широкого круга лиц, для развития бизнеса, который собирается, собственно, вкладывать в свое развитие. Это льготы в каких пределах? То есть какова ставка? Ну, понятно, что минимальную, может быть, не так просто получить, но какова минимальная ставка? Ну, двух уровней, скажем, есть меры поддержки. Вот у нас в регионе, ну, в принципе, такая система и в других субъектах Российской Федерации существует. Есть региональный фонд поддержки предпринимательства, который работает по правилам, установленным также Минэкономразвития России. Кредиты выдает до 3 миллионов рублей на срок до 3 лет. Процентная ставка до 10% годовых. Есть определенная категория бизнеса, например, по итогам конкурса областного предприниматель года мы выдаем данные кредиты до 7%, вернее, под 7% годовых, вместо 10%. Субсидируя процентную ставку? Мы не субсидируем, такая ставка сразу. Дальше. Мы в прошлом году проводили конференцию большую, приезжали к нам представители корпорации МСП, созданы специально в рамках федеральной программы поддержки предпринимательства, и, соответственно, они выстраивают работу, создав там спектр уполномоченных банков, привлеча в эту работу, которые предоставляют льготные займы под 6,5% годовых для предприятий, для приоритетных видов бизнеса. Это, прежде всего, производство, сельское хозяйство. И, к сожалению, торговля туда не попадает. Но, тем не менее, для бизнеса в моногородах. То есть есть также ресурсы через уполномоченные банки. Их у нас три. Три. Это Сбербанк, Банк ВТБ, Руссельхозбанк, которые в этой программе работают. И одним окном в данном программе также является наш областной фонд поддержки предпринимательства, который может помочь собрать необходимый пакет документов, направить в полномоченные банки. Ну, в общем, поработать с точки зрения привлечения максимально льготных займов для бизнеса. Правильно я понимаю, что вот если я, например, предприниматель в моногороде, хочу открыть, возвращаясь к нашей теме, пекарню. Я иду в муниципалитет. В какой отдел там муниципалитета? Ну, экономически. Я бы сразу хотела... Что значит? То есть у вас должна быть предварительная подготовка, или у нас очень проведена. Понятно, должен быть бизнес-план. Кстати, по подготовке бизнес-плана могут вас проконсультировать и в фондах поддержки предпринимательства. Они в настоящее время пока работают. И наш областной фонд поддержки, он тоже выстраивает работу по бесплатному, в том числе консалтингу бизнеса за счет, кстати, привлеченных средств федерального бюджета. То есть у нас программа поддержки предпринимательства, она комплексная. И финансовая, и образовательная, и консультационная. Чтобы мне быть готовой, я иду в фонд поддержки предпринимательства. Он мне поможет программами, разработать бизнес-план, он мне поможет посчитать все там, посмотреть на рынок правильными глазами, составить пакет документов для того, чтобы я могла обратиться за финансовой помощью по разным программам. Дальше, если я еще раз, если я в муниципалитете приоритетного развития, так скажем, в моногородах, я иду в экономический отдел администрации этого города, пакет документов свой предоставляю, его комиссия рассматривает и принимает решение, выдать мне субсидию или нет. Субсидию вам выдают только в том случае, если вы приобретете по договору лизинга оборудование как субъект малого бизнеса. То есть вы должны быть уже субъектом малого бизнеса. По договору лизинга оборудование можно приобрести. И, собственно, не могу точно сказать, по-моему, у нас был период, когда мы на уплату первого взноса также давали, вот там получается, грант. Субсидия на возмещение затрат, а грант на уплату первого лизингового платежа. Насколько я знаю, сейчас остались только субсидии для действующего бизнеса. Действующий – это значит не стартап, не тот, который сегодня зарегистрировался, завтра купил. А минимальная планка год или есть? Для нашего областного фонда минимум три месяца нужно, чтобы были уже обороты, чтобы можно было обратиться. Для банков – шесть месяцев. Но у нас есть программа «Начинающий предприниматель», по итогам которого до 500 тысяч рублей можно уже получить кредит от областного фонда. На льготных условиях. Под 10%? Да, также до 10%. Но я имею в виду, там, естественно, должно быть и залоговое обеспечение, и поручительство третьих лиц. Полностью требования. Но единственный момент, вот вчера зарегистрировались, завтра можете взять кредит. По итогам обучения, если по итогам защиты вам этот грант, ну, грубо говоря, согласовали. Вернее, не грант. Ну, то есть, если я уже работаю какое-то время от трех месяцев до полугода, то я могу взять вот как раз кредиты на погашение, там, лизинка, вернуть себе средства. В моногороде. В моногороде. А если я начинающий и совсем вот ноль, мало того, что я могу обучиться, я могу, если я хорошо составлю бизнес-план, защиту пройду, я могу и на стартапе получить до 500 тысяч рублей. Льготного кредита. Льготного кредита. То есть, нужно будет его вернуть. До 10%. Но это все-таки недоставка, которую ты получишь в банке. Ну, конечно, недоставка гораздо ниже. И хотелось бы понимать, есть ли ведь, наверное, какая-то статистика, зачем, с какими идеями обращаются фонд поддержки предпринимательства, обращаются за такой поддержкой люди, представители микро- и малого бизнеса? Ну, каждый год у нас группа, вы имеете в виду начинающие предприниматели, ну, разные совершенно, от образовательных услуг для детей, частных детских садов, строительные компании, лесопереработка, сфера услуг, пошив, ателье, парикмахерские услуги, все, что связано с оказанием услуг населению, там, в сфере спорта, ну, и так далее. То есть, понятно, что это не какие-то суперсложные проекты производственные, но, тем не менее, либо приходят, вот, все, что связано с лесопереработкой, например, в прошлом году два молодых человека прошли обучение, но они еще работали раньше в этой сфере и решили создать свою компанию. Поэтому, естественно, без опыта предыдущего лет, так, с нуля, вот просто вот, мне кажется, это будет, ну, не совсем правильно, все равно человек должен знать ту сферу, в которую он идет. Любить, понимать. Пекарни, среди заявок, среди тех выпускников, которые открыли свой бизнес. Я не помню, честно скажу, не помню, в прошлом году было или нет, не помню. Да, но, тем не менее, все-таки есть варианты, когда такая поддержка может быть оказана, потому что пекарни требуют как минимум оборудования, то есть, да, и в этой части получить поддержку от фонда предпринимательства или по другим государственным программам нашим региональным можно. Я бы даже, может быть, еще в части лизинга оборудования хотела бы отметить, что вот появились региональные лизинговые компании, которые созданы при поддержке корпораций МСП в регионах, например, ближайшие это в Республике Татарстан, уставный капитал, который составляет 500 миллионов, это средства республики, и полтора миллиарда это средства корпорации, которые предоставляют под годную процентную ставку, заключают договор лизинга с бизнесом, с малым и средним. Под 6% годовых, если бизнес покупает оборудование российского производства, и под 8% если импортное. У нас с ними какие-то есть, то есть мы можем в нее обратиться? Я прямо сегодня ему позвонила и сказала, я могу сегодня, потому что, ну, как бы озвучить о том, что вы действительно работаете и с кировскими компаниями, в том числе он сказал, да, действительно, это так. А почему у нас невозможно было такую лизинговую компанию создать? Потому что бюджет достаточно большой, 500 миллионов рублей, это предложение было всем субъектом Российской Федерации, и, ну, учитывая бюджет, у нас все-таки пока недостаточно, ну, скажем так, мы не смогли себе позволить создать такую лизинговую компанию. Ну, она есть, она есть в соседнем регионе, как она называется? Региональная лизинговая компания Республики Татарстан. Вот, и кировчане вполне себе могут обратиться туда? Они могут обратиться к нам, мы скажем, контакты, это для простоты, а вообще у них есть свой сайт, у них есть и электронная почта, и телефон, и я могу сказать телефон через код 524-72-32. 524-72-32. Ну, если есть вопросы, можно в министерство наше обратиться. Да, конечно, или наш областной фонд поддержки предпринимательства тоже. Это ведь совсем свежая история, да? Это история прошлого года, осени прошлого года. Поэтому, вот, собственно, в рамках одной из видеоконференц-связей, которую регулярно с нами проводят корпорации МСП, которые рассказывают о своих новых продуктах, у них замечательный сайт, достаточно информативный, все виды поддержки, которые предоставляют уполномоченные банки, как они взаимодействуют с федеральными институтами развития, есть еще и фонд развития промышленности, есть фонд развития моногородов, который также предоставляет кредиты, там ставка еще интереснее, 5% годовых. И они взаимодействие с корпорацией привлекают их в качестве поручителя. Так же, как и наш областной фонд, может стать сопоручителем с корпорацией МСП, тем самым в случае недостаточности залогового обеспечения можно до 30% собственной залоги, 70%, но это идеальная, конечно, ситуация. Перед банком, партнером корпорации выступает поручителем корпорации наш фонд. То есть до 70% поручительством, но это, еще раз говорю, это идеальная ситуация, когда просчитаны все риски, и действительно проект его стоит. Вот чтобы просчитать все риски, сейчас мы просто прервемся на перерыв, чтобы просчитать все риски, лучше, наверное, воспользоваться, как мне кажется, я дилетант в этом, но лучше, наверное, воспользоваться помощью фонда поддержки предпринимательства, и министерства, для того, чтобы понять и разобраться во всех абсолютно программах, и получить профессиональную, компетентную помощь в составлении своего бизнес-плана, чтобы можно было рассчитать, откуда, какие деньги, на какие сроки пойдут. Фонд поддержки, да, может проконсультировать, да, все верно. Прервемся сейчас буквально на полторы минуты и продолжим нашу беседу с Ольгой Чаузовой, заместителем министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Продолжается программа «Разворот на бизнес», и мы сейчас попытаемся подключить Александра Сидельникова, начальника управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова, для того, чтобы узнать, какие в Кирове существуют программы поддержки микро- и малого бизнеса. У нас сегодня, напоминаю, тему пекарня посвящена, в общем, большей части. И хорошо, что вы голосуете в нашей группе ВКонтакте, и по-прежнему высок процент тех, кто покупает хлеб в гастрономии, 66%, но он снижается. Но на втором месте в маленькой пекарне, практически 20%, 71 человек у нас проголосовал. И мнение по тому, насколько насыщен рынок в городе Кирове пекарнями расходится у самих владельцев пекарень. Кто-то говорит, что их еще мало, и еще этот рынок... А кто-то говорит, что уже хватит. Да, а кто-то говорит, что хватит. И тут нечего ловить. Вот мы сейчас спросим у специалиста, у Александра Сидельникова. Александр Алексеевич, добрый день. Добрый день. Да, по пекарням, с них начнем, скоро мы сегодня обсуждали. Вот этот вопрос по насыщенности, на ваш взгляд, в Кирове есть еще ниши, где можно частные пекарни небольшие открывать? Ну вот смотрите, у нас есть недавний мониторинг. По нашим данным, в городе Кирове порядка 26 субъектов предпринимательской деятельности занимаются производством хлеба. Могу сказать, что это только 26, и я, допустим, называю сеть пекарен хлебница. У них там порядка, ну не знаю, вот тут на вскидку порядка 10 точек по продаже. Поэтому, если визуально смотреть на город, то вроде бы пекарен уже... Достаточно. Довольно много. Но все равно мы проводим свои мониторинги, и у нас есть такие показатели обеспеченности торговыми площадями, правда, мы продуктовые, непродуктовые направленности, на тысячу, либо десять тысяч человек. Если уж говорить профессионально, то можно вот сделать такой мониторинг по городу. И я, как представитель администрации, хотел бы сказать о равномерности распределениями, допустим, услуг по продаже хлеба. Чтобы не было концентрации в проходных, либо в центральной части города, а, допустим, наши какие-то вновь строящиеся микрорайоны, либо бывшие сельские поселения остались бы у нас неохвачены. То есть пока неравномерно распределены? Да, я считаю, что неравномерно. Ну и по оценке, скажем так, ведь есть такое понимание емкости рынка, да, каким-то видом изделия, либо продукции. Если такими же темпами пойдет развитие и строительство пекарен, то, наверное, через два года рынок будет дополнен. Это вот мое такое субъективное мнение. Вот мы сейчас смотрим, если вы говорите 10 пекарен у хлебницы, а это федеральная франшиза, напоминаем. 12 пекарен нам сегодня сказала Златушка, это уже 22. Домашние 5 пекарен. Это уже получается больше, чем вы нам называете. Нет, нет, это субъектов. А только субъектов, скажем так, по счету у нас. А, все понятно. Еще раз хочу сказать, что у них субъект это сеть. А точек больше. А точек больше, да. Но мы тут посчитали. Французская статистика говорит, что на 5000 жителей одна пекарня приходится во Франции. Так что нам есть еще к чему стремиться. 100 пекарен Киров вместит. Я так понимаю, Александр Алексеевич, вы призываете бизнесменов посмотреть еще на новый район, микрорайоны, которые развиваются в Кирове. Солнечный берег, там чистые пруды, где тоже можно открывать такие пекарни. А у нас наши гости говорили о том, что проблема с выбором помещений, собственно говоря, существует. И муниципальных-то помещений, пригодных под такой вид бизнеса, не так много. Ну, вы знаете, муниципальных помещений, да еще на красных линиях, то есть на первых линиях, их на самом деле уже не так много. Это либо полуподвальные, либо требующие такого серьезного ремонта. Ведь бизнес, скажем так, не спит, он движется. И в первую очередь было занято все промтоварной, скажем так, направленностью. Посмотрите, первые этажи всех домов вдоль крупных улиц, они в основном все в промтоварных магазинах. Да. И у нас такой вопрос, Александр Алексеевич. Какие существуют в городе Кирове программы поддержки микро- и малого бизнеса, которым, например, те же владельцы, желающие открыть пекарню, могли бы воспользоваться? Потому что сейчас как раз Ольга Николаевна Чаузова сказала, что Киров в этом смысле, он большими возможностями обладает, даже чем область, представляющая займы по районам. Ну, не большими, я сказала, а иные или дополнительные. Есть отдельные, да, отдельные виды поддержки. Ну, давайте сразу. Мы понимаем, что уровень именно объема финансовой поддержки, скажем так, уровень объема бюджета, муниципального и регионального, ну, конечно, не соизмерим. Но, тем не менее, мы как раз и мониторим проблематику бизнеса в городе, и даже те небольшие средства стараемся адресно направлять и поддерживать направление. То есть у нас в программе написаны приоритетные сферы. Что это за сферы? Ну, это, допустим, импортозамещение, инновация, бытовые услуги. Вот для столицы Кировской области, например, бытовое служебное население, там услугами оно важно и оно востребовано, но это такие, вот, одни из направлений. Поэтому услуги по производству хлеба мы стараемся не помогать торговле, сразу можем сказать. А вот производственная услуга по производству хлеба непосредственно пекарни, могу сказать, что вот специально поинтересовался в Центре инноваций, у нас оператор, который в фонде и предоставление субсидий. Треть это пекарник нам сейчас заявляется за поддержкой. Мы компенсировали понесенные затраты на приобретение оборудования суммами 150 тысяч рублей, ну, на одного предпринимателя. Естественно, при выполнении всех наших требований, минимальный размер оплаты труда, что был сохранен, увеличение рабочих мест, другие экономические требования, в этом году мы увеличили до 250 на приобретение оборудования, компенсацию понесенных затрат. То есть это безвозмездно, это именно субсидия? Это субсидия. На оборудование? Приниматель уже должен приобрести оборудование по безналичному расчету. К сожалению, есть проблема, мы столкнулись, что люди почему-то покупают по наличному и не могут даже свое купленное оборудование, предъявить документы, озвучить их. Поэтому мы как раз пытаемся стимулировать цивилизованную торговлю, белую, именно торговлю прозрачную. Поэтому они приобрели оборудование, и мы компенсируем им понесенные затраты. Спасибо большое, Александр Алексеевич, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова, с вами был на связи. Да, сейчас мы, Ольга Николаевна Чаузова, заместителем министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, хотим следующее спросить. Вот в последнем своем послании федеральному собранию Владимир Владимирович Путин, не помню, какую цифру назвал, но точно такую серьезную цифру, о том, что необходимо увеличить количество предприятий в секторе микро и малого бизнеса, серьезно там увеличить, несколько десятков процентов, чтобы он составлял от общего количества различных рода бизнесов. И про технологии, какие должны применены быть для этого инструмента, мы не знаем. То есть чем поддержать государство? Что будет стимулировать создание? Но Ольга Николаевна знает, она нам говорила в перерыве. Нет, но если коротко, как бы тезисно буквально сказать, вот поддержка, во-первых, несырьевого экспорта, доступ к льготным кредитным ресурсам. А если расшифровать, вот несырьевой экспорт у нас, это что может быть? Это, например, не бревна лесные, а готовые там, да, блочные дома, я не знаю. Да, все верно. Да, да, все верно. Доступ к льготным кредитным ресурсам мы уже проговорили, расширение спектра услуг, доступности для малых бизнесов через систему МФЦ для бизнеса, ну и реформа контрольно-отзорной деятельности. Вот это интересно. Этот блок вообще-то требует серьезной проработки и отдельной, может быть, передачи. Но если кратко, давайте вот в рамках нашей программы поддержки предпринимательства отдельное направление большое, это вот как раз помощь бизнесу в выходу на новые рынки, как российские, так и международные. У нас создан с 2011 года и успешно работает центр поддержки экспорта, который оказывает целый комплекс услуг от информационно-консультационной, услуги перевода, помощь в поиске партнеров за рубежом. И, понятное дело, помогает бизнесу участвовать в бизнес-миссиях за рубежом. И отдельный проект, отдельный большой, это участие региональным стендам наших российских, кировских, вятских компаний на международных, наиболее популярных выставочных проектах. У нас составлен план конгрессно-выставочных мероприятий на 2018 год. Он уже реализуется. Начиная с января уже первые выставки пошли, например, международная торговая выставка пищевой промышленности «Зеленая неделя» в Германии. Ну и так далее. Есть вообще в план включено около 38 выставочных проектов, в том числе часть из них есть и в городе Кирове, которые поддерживаются правительством области информационной, прежде всего поддержка. Финансовые меры в рамках нашей программы. Это оплата регионального сбора, регистрационного сбора за наш стенд и оплата площади, поиск оплаты услуг переводчика, поиск партнеров, оформление стенда и так далее. Понятно, часть стендов приходится, ну то есть, если потребность, количество участников превышает тех возможностей финансовых, то бизнес охотно идет на софинансирование, чтобы площадь была максимальна и качественно можно было представить регион. Мы можем привести примеры пищевой промышленности в этом смысле. Это наш известный завод «Вятич», который принимает участие, я так понимаю, в «Зеленой неделе». А какие еще тогда, если из пищевки взять предприятия? Ну, да там большой спектр, порядка 20 компаний участвовало в этом году, но это если мы говорим… Нет, «В «Зеленой неделе», ошибаюсь, это я хотела просто сейчас сказать еще, что международная выставка в Москве продуктов питания, напитков, сырья, это продэкспо, вот там ежегодно участвуем совместно с торговой промышленной палатой, организуем стенд. Вот там уже порядка 20 компаний участвуют, и понятно, что эта выставка носит статус международный, и несмотря на то, что проходит в России, в Москве, выхлоп достаточно большой. Контракты заключаются. Контракты заключаются, собственно, поэтому по количеству контрактов заключенных оценивается эффективность работы центров экспорта, это один из главных показателей. Но это в основном, конечно же, наши промышленные производства, заводы молочной продукции, я знаю, промышленности, по-моему, фудзавод в этом участвует, насколько мы понимаем. Да, все наши известные компании. Все большие известные компании. А вот как малому бизнесу выйти на экспорт? На экспорт, это же... У нас малый бизнес выходит за границы области, пока что. Вообще, еще раз, значит, 260 экспортеров всего в Кировской области, из них 205 – это субъекты малого и среднего бизнеса. Мы открыты для любых компаний, которые, ну, понятно, ну, не любой, да, там, планируют стать экспортером, в том числе вот пекарни, например, наши, да, и смысл. Но есть те, которые, в принципе, могут ими стать, и проходит большое количество мероприятий, как индивидуальных, еще раз говорю, консультаций, для того, чтобы принять такое решение, так и семинаров образовательных, на которых подробно объясняется, разъясняется особенности экспорта в ту или иную страну, в том числе бухгалтерский учет. Ну, в общем, все подробности можно получить бесплатно в рамках нашей программы. Ежегодно эти семинары проводятся. И у центра экспорта можно узнать. Ольга Николаевна, а страны таможенного союза, они тоже являются странами, куда мы именно экспортируем продукцию, или они там в других условиях, в Беларуси и Казахстане. Да, Казахстан у нас один из приоритетных направлений. То есть точно так же можно участвовать в выставках в этой республике? Я предлагаю ознакомиться с нашим планом, сориентироваться. У нас в реализации плана, как операторы участвуют и в Центр поддержки экспорта, в ТПП и в областной фонд поддержки предпринимательства. Везде операторы прописаны. Кроме того, план формировался по инициативе отраслевых органов исполнительной власти и Министерства сельского хозяйства, Министерства лесного хозяйства, Министерства промышленности. Поэтому там есть ответственные контактные лица, указанные с телефонами от этих органов власти, чтобы оперативно можно было включиться. Мы сделаем отдельный эфир по развороту на бизнес, как раз про экспортный бизнес в Кировской области, чтобы привести примеры, рассказать про путь предпринимателей в нашем регионе. И достаточной ли формы поддержки, существующей сегодня. Обсудить этот вопрос, насколько мы конкурентно способны со своей продукцией. Отлично, договорились. Сделаем такой эфир в одном из наших разворотов на бизнес. У нас эфир подходит к завершению. Ввели программу Светлана Занько. И Олег Прохоренко. Благодарим Ольгу Николаевну Чаузову, заместителем Министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Следите за нашими программами на сайте эхокирова.ру и на сайте бизнес-новостей. Благодарим наших коллег, что устроили видеотрансляцию сегодня ВКонтакте. Посмотрим, как это будет работать. И благодарим наших слушателей. Всем хорошего дня. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»